добрый день друзья рада вас приветствовать на нашем канале переезд краснодара в краснодарский край меня зовут екатерина романенко центра недвижимости компромисс сегодня мы с вами находимся в ближайшем окружении города краснодара в 36 километрах от него находится в деньском районе станица пластуновская будем смотреть сами дом новые постройки 2024 года дом на четырех с половиной сотках земли площадью 85 квадратных метров дом подходит под все программы льготного кредитования сельская семейная ипотека стоимость объекта будет составлять 6 миллионов 900 дом у нас будет со всеми центральными коммуникациями давайте посмотрим как обычно с вами подъездные пути хорошая у нас асфальтированная дорога есть пешеходная дорожка весь вот нас грунтовка для заезда к дому давайте смотреть по фасадной части забор у нас на фундаменте кирпичные столбы кирпичный цоколь далее идет по фасаду профлист входная калитка ведет нас на участок дом у нас новой постройки поэтому обзор получится небольшой сейчас пройдем посмотрим по участку по отступам по техническим характеристикам объекта все расскажу посмотрим с вами планировку изнутри но сначала покрутим как правило да все что у нас есть по участку перед домом с левой стороны у нас расположили съездные ворота ворота здесь у нас распашные и сейчас сделано щебенкой подсыпка под машину места на две машины здесь вполне себе места достаточно если его недостаточно то можно залить дорожку парковочное место ну да вот прямо вдоль дома место здесь у нас позволяет давайте обойдем с вами дом со всех сторон убедимся что у нас действительно будет подходить под программы годного кредитования там очень важный момент все вот эти наши разрешения уведомления о начале строительства об окончании строительства в упрощенном порядке под семейную ипотеку у нас например документы с вами не подходят поэтому здесь у нас застройщика с документами все в порядке если у вас семейная ипотека здесь она проходит на вот эти процентные ставочки 6 процентов там 5 процентов подойти ипотеку 3 процента под сельскую пока у нас еще работают поэтому таких вот недорогих на сегодняшний день домов у нас уже осталось немного дом у нас со всеми центральными коммуникациями сказала газ видим подключен счетчик установлен свет вода все заведено канализация септик септик здесь у нас на 4 куба если еще друзья вы не подписаны на наш канал пожалуйста подпишитесь буду вам очень благодарна что касается технических характеристик давайте пройдем с вами еще раз в комплексе на дом у нас двадцать третьего года постройки дом на ленточном фундаменте лента цоколь плита все это у нас здесь видно далее у нас идет строительство основной стены внутренняя стена у нас газосиликатный блок сверху облицовочный кирпич что касается коммуникации еще раз да газ света вода все у нас здесь центральная подведено подключено канализация септик окна металлопластик с улицы у нас ламинация снаружи будут беленькие внутри был беленькие крыша накрыта металлочерепицы фронтоны подшиты профлистом сделана система водостока целом по техническим характеристикам мы прошли 85 квадратных метров давайте приходить с вами к осмотру самого объекта изнутри и так давайте пройдем по планировке на входе у нас коридор прихожая 10 и 4 квадратных метра с двух сторон у нас справа слева расположилась две спальни 13 и 3 и 12 и 2 квадратных метра и еще одна спальная площадью 12 квадратных метров санузел здесь у нас раздельный ванная комната 8 квадратных метров и площадь под санузел 1 и 7 квадрат далее у нас идет площадь кухни-гостиная она составляет 26,6 квадратных метров ну прям такая классная площадь можете посмотреть на планировочке все размеры внутренние по стенам чтобы понять как лучше разместить мебель что касается высоты потолков здесь у нас высота 290 с кухни-гостиная у нас есть выход на террасу ну что давайте проходить по дому посмотрим по предчистовой отделке посмотрим по стройке по самой данной по самой планировке изнутри пойдем с вами по помещениям посмотрим все изнутри так у нас стены в предчистовой отделке сухая стяжка на полу там где предусмотрен коридор санузел кухня-гостиной будет у нас теплый пол посмотрим разведена вся электрика потолок подшит такой не совсем черновой до такой получистовой потолок предусмотрен по комнатам сделана разводка под розетки двух сторон пожалуйста розетки под выключатели ну хорошо когда предчистовая отделка вот в таком виде да потому что в целом можно пока еще обоев нет можно доштробить стены и протянуть еще нужное количество розеток потому что смотрю что под кондиционеры почему-то не предусмотрели вот этих места под розетку да и не протянули провод ну странно всегда мне это но пока это можно исправить малой кровью как говорится на пока вот стены в таком состоянии смотрим с вами планировку по санузлу напомню что здесь у нас санузел раздельный точно знаю что большинство это одобряют коммуникации все сюда выведены вода канализация сделана под умывальник все что необходимо такой просторный достаточно по плану 8 квадратных метров у нас оставили нас такая площадь под ванную комнату хорошо здесь станет душевая кабина скорее всего под нее вот этот вот но такая ниша планировалось также выведена сюда вода канализации все что необходимо здесь же ванной комнате предусмотрен люк как класс на крышу для обслуживания кровли и возможно для использования как технического помещения еще одна у нас комната осталась не осмотрена давайте посмотрим спальня площадью 12 квадратных метров когда стеночки беленькие смотрится комната прямо так объемно несмотря на то что вроде площадь небольшая но в целом 12 квадратов это вполне себе стандартная площадь комнат для вот таких домов новой постройки одна не осмотренная площадь у нас осталась это кухня-гостиная 26,6 квадрата моя любимая конфигурация прямоугольник на левую сторону предусмотрена площадь гостиной с дополнительным окном с огромным трехтворчатым окном а вот это вот как балконная дверь с выходом на участок света здесь конечно будет очень много и на правую сторону у нас вторая часть нашей кухни-гостины здесь непосредственно расположилась кухня все выведено для кухонного гарнитура также а система теплого пола сюда же и на стенах двухконтурный газовый котел который у нас работает на отопление и на горячую воду разные у нас мнения существуют да что это все нужно прятать убирать в целом здесь вот предусмотрено вот так да но зато сделан всегда ищем с вами преимущество через но зато зато у нас есть с вами данном объекте раздельный санузел он подходит у нас под все программы льготного кредитования данный объект это тоже немаловажно на сегодняшний день выход на участок пожалуйста в таком формате ну вот что на этом участке и проничок станет и бассейн небольшой можно поставить зону отдыха фруктовых деревьев насажать поэтому посмотрите присмотритесь к данному объекту не забудьте подписаться на канал если еще не подписались буду вам очень благодарна с вами екатерина романенко благодарю вас за просмотр